Здравствуйте, дорогие подписчики Кактус Медиа. Меня зовут Наталья Тимирбаева, я главный редактор Кактус Медиа. Сегодня у нас с вами культурная тема, мы говорим о гастролях, почему они проходят и почему, к сожалению, иногда заявленные концерты отменяются. И наш гость Ислам Сатаров. Здравствуйте, Ислам. Ислам – международный продюсер, организатор концертов зарубежных исполнителей. Но прежде чем мы перейдем к основной нашей теме, давайте расскажем, чем конкретно вы занимаетесь и как вы пришли в эту сферу. Я занимаюсь профессионально 2002 года музыкой, я музыкант, я пою, я песни пишу для наших и народных, и заслуженных артистов, и для начинающих исполнителей. И около 10 лет сидел за пультом, то есть я записывал, я делал аранжировки, я делал мастеринг, сведения. То есть как можно, думал изначально, как можно вытащить своих артистов на международную арену. Потом шаг за шагом, в течение 20 лет, вот пришел именно конкретно моя позиция, я продюсер, международник и в каком-то смысле дипломат. Почему я так говорю? Потому что я был режиссером несколько саммитов, глав правительств, глав государств, организаций под ключ, постановка, написание сценарий и так далее, и так далее. То есть нельзя назвать просто одноформатным продюсером, то есть именно культура, продюсерство, это просто кропотливый и очень долгий путь. Не просто в один день ты встал, захотел и проснулся продюсером. Ну я как бы так ответил бы. Я продюсер, музыкант, музыкальный продюсер, потом организатор, потом режиссер, потом сценарист, потом и так далее, и так далее. Самые яркие проекты, которые вам удалось реализовать в своей карьере? В основном привоза артистов. В 2014 году наш главный проект, которым мы гордимся, это Всемирных игр кочевников. Первые игры кочевников в 2014 году я привозил артистов. Потом закрытие Всемирных игр кочевников в 2018 году. Если вы помните, была география звезд, мировых звезд, очень широкая география. Потом из последних лет это концерты Валеры Меладзе, концерты Филиппа Киркорова. И вот недавно я сделал исторический такой проект, конечно, один я, я никто. У нас есть такие люди, которые просто не смотрели, не помогали нам, поддерживали морально, где-то материально. Это первая музыкальная премия в Центральной Азии, Центролыжи Music Awards. И почему я благодарен именно исключительно Картус Медиа. Вы первые нас поддержали. Огромную благодарность вам. Но мы вас поддержали, потому что мы считаем этот проект знаковым для нашей культуры в целом. Как возникла идея и как удалось все-таки реализовать этот проект? Знаете, когда я был еще молодой, в школьном возрасте, я смотрел фестиваль, это Ялта, да, было, это очень-очень давно. Можно сказать, это наш родительский проект, который наши родители мечтали, смотрели телевизор и ждали эфира, когда это будет. И в последнее время очень заметно испортились смысл именно слова «фестиваль». Три артиста объединились и начинают делать каждую неделю фестивали. Но это же не фестиваль, это просто галоконцерт. И уже обесценивается слово «фестиваль», музыкальные конкурсы. Почему один артист лучший, один артист плохой? Ну, я помню, в 2014 году наш молодой исполнитель, уже состоявшийся, большой артист Бекис Раилов, выступил на музыкальном конкурсе «Новая волна», когда это было не в России, не в территории Российской Федерации. Ну, почему-то вообще непонятная какая-то девушка, я могу сказать, Нилю зовут, вообще не поет, можно сказать, говорить. Второе место занимает, а наш идеальный, музыкальный, настоящий певец в тринадцатом месте как-то странно. Я тогда думал, почему, почему как так, почему Кыргызстан на последнем месте, почему Казахстан, Узбекистан, экономически более развитые страны, почему они какие-то на призы попадают, хотя нету позиции там первое, второе, третье место, тогда я подумал, а значит, нам нужна в Центральной Азии как бы своя музыкальная контора, скажем так. И итогу, вот шаг за шагом набирали опыт и дружба со звездами, настоящими звездами, я не говорю, которые вчера хайпанули, набрали миллиарды, миллионы просмотров, то есть годами себя делали без помощи интернета, без помощи каких-то таблоидов, непонятных желтых пресс. И это относится вот наш друг Боссон, мы все знаем голливудский фильм с участием Санра Балла Кмискон «Гениальность». Этот человек писал саундтрек, Алла Духова, да, легендарная, она нас поддержала, то есть наших звезд не в России, не в каком-то фестивале поддержала группа «Тодес», «Балет Тодес». А у нас, в своей стране, они ставили подтанцовку, постановки на наши кыргызские песни. И Мирбек Атабек, Гульзада Раскулова, вот. И, конечно, через вашу поддержку мы всегда первым вы, то есть это ключевое, как бы, слово, первым вы поддержали. На сайте «Кактус Медиа» вы первым поддержали. Будут проходить... То есть эта премия, она... Что дальше? Вот вы предали. Да, дальше это будет ежегодно проводиться. У нас есть... Я не хотел быть таким, да, эгоистом. У нас есть Джамиля Муратова, заслуженная артистка, и у нас есть только женщины-композиторы, их две. Ханакей Ролива и Джамиля Муратова. Поющие женщины-композиторы. Она возглавила именно музыкальную часть председателем экспертного совета, профессор, музыкант, народная артистка публики, отличник народного образования, это Ибрагим Джунусов. Вот. А я организатор, опять же. Я режиссер, я постановщик. В 2025 год мы ведем нашими казахскими партнерами, которые были у нас в гостях. Это известный продюсер Хахлбек Досжан, который награждал год назад Мирбека Табекова, звезда Центральной Азии, если вы помните. Вот. И крупные телеканалы тоже были, владельцы, режиссеры, продюсеры. Это Зуртовый Узбекистан и Мустаузбекистан. Это не просто на словах мы объединились, а на самом деле это было органично, это было искренне, это было подружески, это чисто творческое отношение. То есть соседние страны тоже поддержали, потому что время называется Центрально-Азиатское. Да, Центрально-Азиатское. Это не значит, что я придумал логотип, это я должен это делать. То есть мы, как Игорь Кочевников, всемирных Игоря Кочевников передали в Турцию, потом проходила в Турцию. Вот Казахстан готовится. То же самое, именно без участия государства мы организовали сами. То есть это не значит, то есть обязательно должен этим заниматься Министерство культуры. Им есть чем заниматься. Есть ресурсы, библиотека, есть музеи. А многие артисты думают, что это нет. Министерство культуры должен только концертом заниматься. И всем есть чем заниматься. И вот именно гражданское общество, лица меня, лица моей компании «Гома-Медиа», мы взяли серьезную ответственность. И мы это сделали. Мы с вами поговорили о ярких ваших проектах. Провальные проекты были в вашей биографии? Провальный проект, ну нельзя провалом называться, но это, мне хотелось бы, именно ваше мнение важно. Год назад у нас был проект, юбилейный концерт народного артиста России, Украины Филиппа Киркорова. К сожалению, он выступил на одной футболке. И у меня получилось вытащить артиста, на футболке выступить. Тут костюм не важно, важный человек-артист, отношение к публике. И я думал, да, это невозможно. Ну, если берем нашего Мирбека Табекова... А что произошло у Филиппа Киркорова? Киркоров довольно такой человек, очень такой яркий. И себестоимости костюмов только было... 3 миллиона долларов составляло целые грузовики, фуры через границы. И из-за того, что они выглядели слишком дорого, как оформили, как контрабанда товар в таможене Казахстана. И не могли это доказать, это концертные реквизиты. Из-за этой проблемы... Не были оформлены документы? Нет, это они оформили, как контрабанда, товар, ввоз товара. Не поверили, что это Киркоров? Нет, потому что там, представляете, один костюм стоит полумиллиона евро. Счита из чистой золота. Это Дольче Габбана, это из Луи Виттон, Бирками, Кваркодами. И наша проблема... Были оформлены, да, как концертные реквизиты. Они могли доказать, что концертные реквизиты... Все понятно. Вот я ни провалом не считаю. У меня никогда, в качестве организатора, никогда не было отмены переноса. Никогда в жизни. Потому что я живу в Кыргызстане, я не приезжий... Так, давайте сначала договорим про Филиппа Киркорова. Мы все знаем, все зрители прекрасно знают, что он эпатажный, яркий. И в том числе люди шли смотреть на это шоу, что будет Филипп Киркоров красиво петь в красивых костюмах. И Филиппа Киркорова и песни получили, но красивую картинку не получили. Как отреагировали зрители? Не было ли требований все-таки вернуть, что это была недооказанная услуга? Знаете, меня удивила именно доброта нашего народа, именно нашей публики. Потому что не было ни одного негатива. Вот на удивление мы, конечно, сделали все максимально красиво. Сцена, звук, свет, экраны, все как на уровне Киркорова. Но единственная проблема, что мы купили костюмы, другие костюмы. Это не совсем значит, на уличных штанах выступили. Для балета я потратил свои средства около полтора миллиона сумма. Потому что надо уважать зрителя. Даже некоторые люди смеялись, даже этикетки они забыли. И наши этно-дизайнеры это Асель Халканова проекта Таларизи, Баинтыш. То есть местные дизайнеры предложили свои костюмы и им это очень понравилось. И Филиппу, даже потом я скину на личку, как это было все. Он снял мини-документальный фильм. Он даже подумал, может, стоит измениться, может, стоит не заморачиваться. И после какой-то вечеринки сейчас вы видите, написал пост на своих соцсетях, я буду вести себя хорошо и скромно. И вижу скромного такого артиста в черном костюме. Как-то это странно не звучало, может, это не просто, это же не просто так. У Всевышнего все по плану, не зря же говорят. Ждать ли нам Филиппа Киркурова со всеми его костюмами? Нет, смотрите, я не отношусь там. Довольно для меня очень близкий человек. Мы семейно дружим. Я домой ухожу, на личные праздники, дирожения. Но это не значит, я только должен организовать костюмы Филиппа Киркурова. То есть это этапы. Да, мы сделали самого лучшего главного артиста России. Потом мы должны дальше расти. Сейчас у меня такой, в хорошем смысле, сумасшедший проект, который никогда не ожидала наша кыргызская публика. Я буду делать таких селебрити-артистов, которые никогда наша публика не ожидала. Один из таких проектов это была для меня это фантастика, гонорар, там полтора миллиона евро группа Блу. Это было лет 10 назад было озвучено, менеджментом. В течение 10 лет мы добились нашим маленьким филармонией. И они получают первый день на музыкальной премии свою статуэтку, поют акапельно для нашей кыргызской публики. И второй день они поют сольным концертом, выступают. То есть это большая инвестиция для нашей культуры. Мы не говорим, что куда-то надо лететь, там, послословные какие-то деньги, купить билеты. А мы у себя на родине делаем, мы обмениваемся культурами. На тот же Боссон вышел. Ну вот, кстати, у меня, я ходила с подругой, и она до конца была уверена, что это наши артисты будут петь песни из репертура Блю. Да. И, говорит, и начало концерта было так, да? То есть были наши артисты, они пели. И потом, когда вышли, Блю, она вот так ко мне поворачивается, у меня уже мурашки начинают. Это не секрет. И это для... Большой мастер-класс будет для начинающих организаторов и для действующих организаторов не зависливо смотреть, а изучать все это, откуда берется. Вот я скажу. Я же сказал, группа Блю лет 10 назад, когда я написал менеджмент, они сказали, хорошо, исламчик, молодец, ну ты очень старательный, ну давай полтора миллиона евро, плюс частный борт, самолет, все, мы с удовольствием прилетим, споем для вас, для Кыргызстана. Потом я искал другие пути в течение 10 лет это... мы это сделали, это как? Не один концерт стоит полтора миллиона евро, это целых 15 концертов, не только в Кыргызстане, это... это была часть европейских стран, это был Вильнюс, это был... это Азербайджан, это Кишиев, это Ташкент, Астана, Алмата, такие же, как я, доверенные, только лицо, которые профессиональные агенты, мы объединились, собрали средства, нашли спонсоров, и мы это сделали. Понятно. Теперь вот вы говорите о том, что за всю вашу профессиональную карьеру ни один концерт не отменился. давайте скажем все-таки фу-фу-фу-фу, как люди суверные. Да, живем в Кыргызстане, да. Вот это просто удача или профессионализм? Нет, нет. Не бывает в бизнесе, да, это не судьба, не получилось, там, Бог, значит, так по-другому подумал. Нет, это только профессионализм. Это годами мы разрабатываем, годами мы ведем переговоры. За минимум за три года мы готовимся, кого мы хотим видеть, с кем мы хотим работать, и мы начинаем изучать, начинаем уже с зарубежными партнерами разговаривать, иностранными нашими коллегами, такими же, как я, агентами, организаторами. А так не бывает. Ой, так не получилось. Ну, исключение, только один момент, это форс-мажор, это болезнь артиста, личные проблемы, семейные проблемы артиста. Ну, мы избегаем, поэтому это в рамках мировой турне, это очень важно. Не просто ты захотел взять этого артиста, вот я вижу, не буду называть артиста, но вижу билет, это не совсем концертная площадка, ну, до 11 тысяч сомов для такой категории артистов, это абсурд. За это можно жить полумесяцы. А вот, если заметили, для мировой звезды группа Плу, у нас были билеты от 3 тысяч сомов, маленькие филармонии. Это очень важно, комфорт, теплота, отношение к зрителям. И там выступили артисты, кстати, очень важные артисты, это Бекис Раилов, абсолютно такой же формат, международного формата, не стыдно нам было. Они совместно выступили, «Sorry, so, субъехал Болтеда», который пел с Талтаном Джоном, эту же партию наши ребята спели это. Азад Раимбердиев, он уже чемпион, да, одного телевизионного проекта, не в Крыгстане. Бекис Раилов уже финалист, новая волна, многих международных конкурсов. Абсолютно достойные исполнители. Это тоже, просто захотели, пошли, и спели не так. Целых четыре месяца мы уговаривали их, чтобы они вышли совместно на сцену. Мы не хотели давить на них. Они абсолютно не знают, никогда не пели, никогда не были знакомы, но вовремя репетиции, вовремя саундчеки они убедились, это абсолютно мирового уровня исполнители. Поэтому они пригласили, давайте, ребята, спеть. Но были артисты, которые ломились, тупо, с подтишкой появились, даже не купили они билет, просто появились каких-то через своих людей, не знаю, может, контролёров. Меня вот это удивило. Почему мы должны петь, просто выйти, появиться в эту минуту, в которую мы годами готовимся? Это абсолютно неуважение к себе, неуважение к артистам, неуважение к профессии. А Бекки и Азат, они начали уже за полгода общаться, готовиться в этом. они за день до концерта вели на, их отвезли в ресторан нашу, вкусную кыргызскую кухню, ловили какой-то контакт, потом уже начали. И это эксклюзив, не в Кыргызстане, ни одной другой стране не были такие импровизации, только исключительно у нас в Кыргызстане. Это тоже, я думаю, это вклад в нашу культуру. А тем не менее, в последнее время мы, к сожалению, все чаще сталкиваемся с тем, мы, зрители, что концерты отменяются. Да, к сожалению. Почему так происходит? И как? Мы уже освободили время, настроились, хотели пойти, деньги вложили, потом еще нужно ходить, эти деньги обратно забирать. Вот почему у нас, в Кыргызстане, вы как специалист в этой сфере, как оценивать эту ситуацию? Знаете, я, культура начинается дома, да, как ты общаешься с семьей, с детьми, там, родителями. И я скажу, например, когда я смотрю детские программы в нашем кыргызском или русском драмтеатре, ну, кыргызском сейчас мало ставят, кукольный театр, я за 10 дней планирую, покупаю билеты, выбираю время, освобождаюсь, как вы говорите, да, освобождаемся от всех семейных дел, личных, бытовых дел и готовимся с настроением. И я не хотел бы, мой ребенок расстраивался из-за каких-то моментов, там, артисты не вышли на сцену. А зрители-то что такое? Кто они такие? Зрители, то же самое, как и дети, то есть не бывает, там, детское восприятие, да, концертом или каким-то постановкам. первые 3-7 секунд, это если ты не берешь внимания зрителя, ты уже все, то есть зритель не будет реагировать ни на что. Поэтому я очень тешательно выбираю артистов, кого я буду пригласить, для чего и зачем. Потому что эти организаторы, да, бывают билетные операторы, хотят зарабатывать денег, они приглашают сюда, да, я тебе крышую, давай, я крутой, я номер один в стране. А эти организаторы надеются, да, на самом деле, не понимая менталитета, местной культуры, местных законов и сталкиваются. А, то есть это какие-то сторонние организаторы, которые не знакомы. Все концерты, которые переносы, отмены, это не наши организаторы, это абсолютно приезжий организатор, который никакое отношение не имеет к нашей местной культуре. И никогда не жили в Кыргызстане, никогда не изучали наши законы, нашу ментальность и менталитет зрителя. А для таких больших мегаполисов сотни концертов в день, о, там первого отменили, ладно, к тому пойдем. А сейчас, к сожалению, у нас убили именно концертного рынка в стране. То есть нам не нужны количество концертов, 10, 15, 20. Год 5-6 качественных концертов нам достаточно. Город слишком маленький, и страна... Зрителей мало. Да, зрителей мало. и полузалы, какие-то там не очень хорошие технические инсталляции, это там минимум эконом-вариант. Если заметили, группа Blue у нас был первый раз так поставили такой качественный звук и свет. Такого не было у нас еще в филармонии. Хотя, да, я мог бы сэкономить бабло, в карман положить и спокойно отработать. Звук и свет это были наши или они с собой привезли? Наши, наши. Благодарю нашему партнеру Емелю Гадееву, один из лучших именно инсталляторов. Он нам как бы нас поддержал, который это сословно дорого стоит. Свет только есть сейчас на данный момент в наличии в Москве и в таком Лондоне. Первый раз тестовым порядком ставили свет оборудование, которое на группу Blue было. и мы говорим о том, что концерты почему отменяются и качество тоже влияет не просто организация концертов. Абсолютный комфорт и я всегда хочу дать ощущение как будто они в Московском Круглевском дворце или Королевском роли Алберт Холл. Мы стараемся всегда правильно организовать, какие-то фотозоны ставить, какие-то для журналистов специально мест выделять. Если вы заметили, мы около 100 журналистов приглашали ежедневно, то есть мы подарили билетов для начинающих. Как бы я так бы ответил бы. То есть и рынок предложением перенасыщен, вы считаете, да, то есть он не структурирован. Да. Абсолютно не контролируется. Кто захотел, кто и зашел. А в других странах это абсолютно невозможно. За год пишет заявление, например, берет город Ташкент, обязательно комиссия рассматривает, потом Министерство культуры, потом только дает разрешение. Они текста проверяют, смысл песен проверяют, какой костюм будет, подходит ли к нашей культуре менталитету. Чтобы люди не попадали не в ту дверь, в которую сейчас мамам ходят, слово Киркорова, вошел не в ту дверь. Мы всегда готовим надо уважать зрителя. Зарабатывать можно всегда. Сейчас беда, наша беда, в один день бывает несколько концертов иностранных звезд. В один день. По крайней мере заявляются, если раньше если будет гильдия, если будет вы выступаете за создание гильдии, которая будет регулировать этот рынок. Помогать друг другу. У нас есть понятие ширина есть или черная касса по-другому называть. Давайте в этом месяце я через два месяца тот. Мы все будем помогать. Я стараюсь всегда. Я единственный организатор всех своих коллег я отправляю приглашение и приглашаю на свои концерты. То есть сейчас у нас может, например, казахский продюсер, узбекский продюсер организовать? Организовывайте концерты за рубежом? Я спокойно организовываю. Вы тоже организовываете? Московский Кремлевский дворец. У меня есть авторский проект «Дружба народов центральной Азии». Мы приглашаем из зарубежных звезд. Мы два года готовимся. Не просто захотел, взял в аренду, сделал. В этом году, 2 июня, у меня будет концерт. Турецкий певец, известный во всем мире, это Мустафа Сандал. Кыргызстане будет, Московский Кремлевский дворец, Санкт-Петербург, легендарный зал в Казах-Октябрьске, город Казань. И в конце года в Англии королевскую роль Альберт Холл. А в Бишкеке? В Бишкеке будет. И в Бишкеке зрителей, как устанавливается цена на билет? что берете ли вы в расчет среднестатистическую зарплату? Я беру, вот заметьте, группа Блуда, мировой величины, стоит билет 3000 сом, 4000, а тоже самое Мирбек Атабекова 3000 с 10000 сомов. У меня тоже самые билеты. То есть концертный рынок зависит от таланта артиста, организатора, от рейтинга не бывает. Сегодня если стоит 500 сомов Биг Бор Бива, скажем, нашему наставнику Народной Артист Республики, он дает каждый месяц концерт, вообще неустанно дает концерт, и залы аншлаги забиваются. То есть люди не за то, что они хотят сэкономить зарплату, хотят идти на концерт, на хлеб зрелище всегда деньги найдут, но они должны быть достойными, а не просто ради зарабатывания денег. Вот никогда у меня дорого не были билеты, никогда. Даже то же самое Киркоров и оставил 2000 сомов билеты. Вот 2000 сомов, представляете. Я сейчас вижу, я очень размещен, что от 5 до 15 тысяч сомов билеты. Почему? Откуда берут, зачем? Почему наши деньги забирают зарубежные звезды? Почему? Вот я искренний, допрепорядочный налогоплательщик. Я всегда соблюдаю законы, правильно регистрирую. И меня удивило, недавно я был в налоговых органах, я хотел подарить, просто пригласительный билет, они отказались, нет, мы работаем, спасибо, не нужно нам. Вот это меня удивило, вот этот порядок. раньше гав-гав-гав-гав-гав, давай нам 100, нам давай 200 билетов. Ну, были моменты такие. Зависит от расходов. И тоже есть именно порядок работы со спонсорами. Если ты работаешь со спонсорами, билеты должны быть дешевле. Часть расходов уже взяли на себя. Да, если общий вал составляет, например, скажем, зарубежная звезда, 10 миллионов сомов, это больше 100 тысяч долларов, значит, ты должен, чтобы билеты подешевле были, должен найти спонсоров. Я сейчас работаю спонсорами, но спонсоры те не такие крупные международные корпорации или какие-то политики, нет, абсолютно такие же, как мы, потом зарабатывая деньги, хотят рекламировать свой товарный знак. Вот я нашел и нахожу и оказывается можно работать. И просто мучить публику, потом отменить, потом не возвращать их средства месяцами. Я напомню, мы говорим с Исламом Сатаровым, международным продюсером, организатором гастролей и международных артистов. А как обстоят дела в Бишкеке и Кыргызстане в целом с концертными площадками? Идеально. Последние два года идеально, да. Меня удивляет, последние два года местные артисты забивают аншлаги. Нет, я имею ввиду качество, качество площадок. Нет, у нас нету площадок, у нас нету. Мы мечтаем только об этом. Максимум у нас филармония, больше залов у нас нет, к сожалению. Максимум Кыргызская национальная филармония, русский Кыргызский драмтеатр, но это не того уровня, который мировые звезды должны посетить. Это абсолютно камерного формата концерты, такие как мы ежедневно посещаем такие концерты, это оркестры. То есть вот еще вам нужно, то есть нужна гильдия для развития и нужны концертные площадки. Концертная площадка, да, почему? Почему который называется просто Бишкекской городской катонкой, назвали Бишкек-арена, это не совсем арена, арена понять это совсем другое, да, если было бы нам для нас хотя бы на 5000 посадочных мест зрителей достойно арена, были бы билеты в 4 раза дешевле, то есть которая стоит 8000 сломов это стоило 2000 сломов. Ну, я слышал недавно, наша государство уже строит большой крытый стадион и это можно использовать как трансформер это площадка и для футбола и для концертно-зрелищных мероприятий как и делает в западных странах. Будем надеяться, что Ислам, и в завершении нашей беседы каких артистов артистов какого уровня мы вправе ожидать. Вот сейчас мировой турнир Бейонсе. Да. Дождемся ли? Знаете, бывает в интернете в разных информационных ресурсах стоит гонорар миллион долларов. Я вам так в двух словах объясню. В 2007 году в Лас-Вегас, город Лас-Вегас в территории США построен был зал Цезарь Пала специально для Селиндио. Теперь представляете, билеты стоят от 150 долларов и в одном концертном зале 6 месяцев концерт. Каждый день артист работает полтора часа. Со всего мира люди летают на концерты. Теперь считайте 5 тысяч мест по 150 долларов. Там бывают билеты до тысячи долларов. Собирают около 100 миллионов долларов. А им нужно ли куда-то ехать таким селебрити артистам. Бывают дружеские моменты, бывают исключительно принципиальный момент артистов завоевывать территории. Именно Центральная Азия или может быть только город Бишкек, только город Ташкент или только город Алматы. А мы как бы я говорю о себе, я агент во-первых, не только организатор. Я веду правильные переговоры. Сейчас на данный момент мы обсуждаем уже второй год Энрик Иглесес приезд в Казахстан. Подготовка, деньги, все моменты есть, но не всегда решают деньги. Бывает настроение артиста, иногда он просто не хочет ехать из-за одного концерта. Мы должны обеспечить тремя концертами. Вот сейчас конкретно у нас ведутся переговоры на лето Энрик Иглесес города Алматы Ташкент. Я хочу появился какой-то чудо-спонсор и не в Кыргызстане, который хочет рекламировать свой товарный знак и попадать в Кыргызстан. Вполне возможно. Сейчас я буду говорить о предстоящем мероприятиях в Кыргызстане. Это группа Pussycat Dolls это Николь Шозингер это Джей Шон и в самое-самое ближайшее время в Турции в Турции есть только два артиста это Таркан и Мустафа Сандау Мустафа Сандау мой друг в рамках мирового турне мы делаем концерты в конце мая и город Ош стадион центральный билеты абсолютно удивительно будет приемлемо для всех и для детей и для простых людей которые даже очень мало зарплату получают то есть будет билет на местных наших артистов примерно так и вот ближайшие годы мы еще планируем концерт не только концерт это проект как Музыке Ворсмута сделали уже мы готовимся как Евровидение уже Азиавидение Азиавижн такой проект в 2025 году территорию Кыргызской сепублики будет телевизионной ведиторией где-то полтора миллиарда человек как и игры кочельников мы это готовимся уже 6 лет грандиозный проект будем надеяться спасибо и все же это меня коллеги попросили сказать что мы очень ждем Бейонсе очень верим в вас ислам вам смотрите какие проекты удаются мы сталкивались с Бейонсе несколько раз на чужих мероприятиях на других странах абсолютно это возможно вот Дубай просто отель Атлантис сделала просто открытие отеля маленький отель Дубай вот Бейонсе прилетела последний год пять единственный концерт она там дала сейчас в рамках мировой турне если нас у нас абсолютно возможно государство поддержит это абсолютно это не фантастика это приемлемый проект для развития нашей культуры вот Боссоном вышли наши этномодели наши не были там бикини какие-то в мире для боссона вон анамилен песни выходили только бикини конкурсы красоты мы сделали по-другому опять же для развития нашей культуры то есть смысл должен быть не просто пришли ушли спели заработали деньги мы хотим чтобы обмен культурными ценностями если Бьонсе оденет или чек или еще клю это останется в истории можно сказать в истории Центральной Азии спасибо вам огромную благодарность за то что оценили наш труд наши старания и исключительно как всегда как никогда вам спасибо что вы что-то проводите в этой стране и нам есть куда ходить будем надеяться что все ваши проекты воплотятся и еще более талантливые артисты с мировым именем будут приезжать и что наши артисты будут также востребованы с гастролями за ритмом группа Блу был исключительно для такого формата Бека и Сераилова за Тарай и Бер Дива вытащить на международную арену они очень заинтересовались сейчас они ведут переговоры на каких-то европейских совместных гастролях это и есть развитие нашей культуры отлично спасибо вам большое я напоминаю с нами был Ислам Сатаров международный продюсер организатор гастролей зарубежных исполнителей в Кыргызстане и за его пределами спасибо вам Ислам еще раз желаю чтобы все ваши проекты воплотились и чтобы неудачных гастролей не было да спасибо зрителям вам компания Катус Медиа очень 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 благодарен как всегда вы нас поддержали в этот раз тоже будем дружить мы сотрудничаем нас ждут великие дела я надеюсь что да спасибо что вы были с нами ходите на концерты следите мы благодаря опять же сотрудничеству с Исламом разыгрываем некоторые билеты мы разыгрываем поэтому всегда есть возможность вообще бесплатно попасть на концерт спасибо вам большое до новых встреч спасибо